Как-то раз я наткнулся на описание игры в лифт. Она заключается в следующем. Вы заходите в лифт, нажимаете на кнопки в определенном порядке и попадаете в другой мир. Ссылка на инструкцию игры в описании под видео. В этом самом другом мире кроме вас не будет ни души. Всё как полагается. Над головой кроваво-красное небо, далеко впереди красный крест. Чтобы вернуться обратно в нашу реальность, нужно ещё раз нажать на кнопки в том же порядке. Допустить ошибку при вводе последовательности означает остаться там навечно. Неплохо, не так ли? Ах да, на определенной стадии ритуала с одного из попотных этажей в лифт зайдёт женщина. Смотреть на неё настоятельно не рекомендуется, иначе она, цитируя, захочет оставить вас себе. Что это значит? А чёрт его знает. Итак, через пару месяцев после того, как я узнал про эту игру, меня ни с того ни с сего угораздило вспомнить о ней посреди рабочего дня. Согласно правилам, совершать ритуал нужно строго в одиночку. Если взять с собой кого-то ещё, или если кто-то прервёт процесс, то ничего не получится. Ещё одно правило требует, чтобы здание, в котором вы находились, было как минимум десятиэтажным. Продолжу. Пятница, работа. Я вдруг вспомнил про эту игру. Каких-то особых планов на выходные у меня не намечалось, поэтому я решил приехать в офис в субботу, чтобы испытать страшилку на практике. Если что-то и попробовать, то знакомые обстановки. К тому же в субботу здесь никого нет, так что никто не помешает. Субботним утром я приехал, припарковал машину и вошёл в здание. София, девушка на ресепшене, поприветствовала меня и удивилась, что я заявился в выходной. В ходе короткого разговора я убедился, что кроме меня никто не приходил. Так пока всё как надо. Я вошёл в лифт, достал телефон и открыл план. Пожалуй, стоит упомянуть, что последняя кнопка в последовательности – кнопка первого этажа. Если всё сделать правильно, то вместо того, чтобы поехать вниз, лифт тронется вверх. Первая попытка не увенчалась успехом. В криворуке я умудрился облажаться на полпути. Блин. Чтобы начать ритуал заново, я нажал на кнопку первого этажа. Выйдя из лифта, я заверил изумлённую Софи, что, мол, подумал, что оставил ключи от офиса в машине, но по дороге нащупал их в кармане. Вернувшись в лифт, я быстро проделал всё необходимое и вновь нажал на кнопку под номером 1. К моему разочарованию лифт не отправился в сторону 10 этажа, а поехал вниз, как и полагается любому нормальному лифту. И никаких странноватых женщин. Я вышел на первом этаже и начал придумывать, как оправдаться перед Софи за то, что появлюсь там второй раз за 5 минут. Однако меня ждал сюрприз. За ресепшеном сидел мужчина. Сидел в самом прямом смысле слова. Абсолютно неподвижно, устремив остранённый взгляд в пустоту. «Эээ, здравствуйте, а где Софи?» – промямлил я. Он медленно повернулся в мою сторону и покачал головой. «И что это должно было значить?» «Она отошла?» – спросил ясковым в горле. Он опять покачал головой. Его рот был раскрыт, но никакого звука от него не исходило. «Да твою ж мать!» Решив, что с меня хватит, я было направился домой, но лишь в идее здания замер в недоумении. Небо было совершенно чёрным, ни одной звёздочки. Стояла полуночная темнота. Но это же невозможно. Буквально за 10 минут до этого часы показывали 11 утра. Я взглянул на экран телефона. Сигнал пропал, но время было 11.10. Я спешно зашагал в сторону парковки. Она оказалась пустой. Моей машины там не было. Так, спокойно. Единственное разумное объяснение икра сработало. Но то, что происходило, совсем не сходилось с описанием. Небо не было красным, вдали не стоял красный крест, и я вовсе не был один. Помимо меня был как минимум тот хрен за стойкой. Немного поразмыслив, я пришёл к выводу, что другого способа вернуть всё на круги своя, кроме как проделать весь ритуал снова не было. Я зашёл обратно в здание и вновь застыл. За стойкой сидел уже другой мужчина. Он повернулся ко мне и улыбнулся. И поверьте мне на слово, то была далеко не улыбка Монализы. Она была уж слишком широкая для человека, и в ней недоставала многих зубов. Должно быть у меня достаточно упругий мочевой пузырь, штаны пока были сухими. Стараясь не смотреть в сторону непонятного мужика, я зашёл в тот же самый лифт. Это тоже одно из правил. Я последовал инструкции, и как только я собрался нажать на кнопку первого этажа, Ли вдруг снова остановился на четвёртом. Двери открылись, и внутрь зашёл мужчина. Так, может, я и не гений, но у меня хватило ума не нарушать условия, которые были чёрным по белому прописаны в тексте инструкции. Не смотреть, не говорить. Пусть там и заверяли, что это будет женщина, и что зайдёт она не на пятом, а на четвёртом. Может, то и была женщина, но я не собирался ощупывать незнакомцу пах с целью это проверить. Я уставился себе под ноги. «Привет!» – прошепил он. «Как дела?» Лифт поехал вверх. «Чёрт!» – подумал я. Надо ведь вниз. На десятом этаже мы остановились, и непонятный пассажир вышел. «Приятного дня!» – бросил он, уходя. «И вам!» – сказал я инстинктивно. «Блин! Джентльмен херов!» Мужчина обернулся и быстро зашагал в обратную сторону. Я со всей силы долбанул по кнопке закрыть двери, и она сошлась как раз в тот момент, когда мужчина подошёл к ним почти вплотную. Лифт двинулся вниз, и было слышно, как этот тип колотит в двери с другой стороны. Успев помолиться всем богам, которых мне удалось вспомнить, я вышел на первом этаже. «О, привет ещё раз!» – сказала мне София с некоторым недоумением в голосе. Я просто вылупился на неё и простоял так несколько секунд. София немного покраснела. «Что-то не так?» «Ой, да нет, всё нормально. Мне срочно надо домой!» – пропыхтел я. Я рванул прочь из здания, оставив за спиной ошарошенной Софи. Небо снова стало светлым, и моя машина была на месте. Я поехал домой и забежал к себе в комнату. Клянусь, я весь интернет облазил в поисках хоть какой-нибудь дополнительной информации об этой чёртовой игре. Хоть я и нашёл кучу рассказов других людей. Среди них не было ничего, что хотя бы отдалённо напоминало то, что я пережил. В какой-то момент поиски пришлось оставить. Чтобы я ещё раз попробовал один из этих придурочных паранормальных ритуалов? Да ни за что. Я вам того же советую. Оставайтесь сильными и берегите себе. И ещё. Ходите лучше по лестнице. Для здоровья полезно. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова